Начнем этот выпуск с успехов наших молодых гандболисток. Матч молодежного первенства прошли в Краснодаре. Костили у Кубани 2, юные игроки Волгоградского Динамо. Евгений Резник за этими встречами наблюдал. Матч лидеров южной зоны молодежного гандбольного первенства вызвал немалый ажиотаж. И у болельщиков, и у тренеров, и у игроков первой команды. Гандболистки основы пришли поддержать подруг в принципиальной битве. На встрече дубля они выбираются нечасто. А вот некоторые поклонники всегда следят за играми второй команды, невзирая на имя соперника. В этом году регулярно посещаю, потому что увидел у девчонок азарт игры, которого иногда не нахожу у основного состава. Здесь еще они как-то играют больше за интерес, нежели за моральный, нежели за материальный. У них в глазах блед, на них приятно смотреть. Посетил матч и главный тренер первой команды Евгений Трифилов. Выглядел специалист озадаченным, но за что похвалить молодых спортсменок, тоже нашел. Могу сказать, открыто проблемы 98-го года, сейчас 2000-й год, считай, наша опора. Я смотрю, неплохие девочки, высокорослые. Материал есть, надо работать. Большей мотивации, чем игра на глазах у главного тренера основы, для юных игроков Кубани придумать сложно. Они взялись за дело с первых минут. Особенно усердствовала в атаке Милана Рзаева. Девушка в заявку первой Кубани пока попадает редко. Хотя на деле доказывает, что к серьезным битвам готова. На ее счету 10 мячей и звание самого результативного игрока матча. Полусредний игрок должна была брать игру на себя. В каких-то моментах взяла, что-то получилось, что-то, конечно же, не получилось. Но есть над чем работать. В первой половине Рзаева и компания серьезно оторваться в счете не смогли. На перерыв команды ушли с разницей плюс два в пользу хозяев. А вот тайм номер два краснодарки провели увереннее и победили 26-21. Динамовки больше запомнились двумя игроками, которые на один матч сменили профессию. Одна взяла в руки камеру, другая детально записывала статистику игры в тетрадь. У нас 18 человек и играет 16. Поэтому двух человек мы меняем. Сегодня играют эти, завтра кто-то заболел, поломался. Поэтому те, кто сидят, они записывают видео, чтобы вечером мы могли просмотреть и свои ошибки разобрать. Выводы из первой игры гости сделали. В матче на следующий день победили 25-23. Но несмотря на это поражение, Кубань-2 по-прежнему на первой строчке зоны юг. Евгений Резник и Олег Перминов. Кубань-24. Краснодар.